друзья всех приветствую на канале автоподбор 25 сегодня будет довольно таки интересное видео уже было несколько таких что хочу джипа денег а денег нет обзора автомобилей с ценами сегодня у нас не будет сегодня покажу вам вот такой реально крутой полноценный такой мини джипик единственная сейчас забрал его с рынка на рынке ужасный ветер спустился вот вниз здесь вроде ветер поменьше попытаемся попытаемся заснять вот как догадались эту же suzuki jimmy и немножко такое вот отступление занимаемся помощью при покупке автомобиля проверкой автомобиля отправка автомобиля сопровождение сделки то сделаем в принципе все под ключ есть несколько вариантов работы можете сами найти автомобиль на сайте drum.ru кстати это вообще это отдельная тема для разговора постоянные звонки где машины искать и так далее и тому подобного ребят все автомобили все есть на сайте drum.ru заходите на drum неважно как вы напишите русскими английскими буквы без разницы ставите приморский край город владивосток кстати что касается географии география осмотра автомобилей в принципе это весь приморский край но вы должны понимать то что владивосток цена 1 соответственно близлежащие города далекие города там все по-другому кстати работаем официально вот это немаловажно проверка автомобиля во владивостоке стоит 5000 5000 рублей ребят извините 2000 рублей не 5 а 2000 рублей вот находит автомобиль скидывайте ссылочку мы его едем проверяем по подробностям что проверяется пишите ватсап звоните всегда на связи если не ответили перезвоните то есть мы тоже как-то работаем правильно постоянно вот так вот на телефоне по телефоне сидеть не можем это первый вариант второй вариант поиск автомобиля под ключ вот обговариваем с вами допустим но допустим джимми там 7 8 9 10 год неважно как угод беспробежный такой пробег там такое состояние допускается то-то-то сумма у вас там 600 тысяч рублей пересмотрим все автомобили на рынке до обозначенной суммы неважно сколько их там будет пересмотрим все досконально ну понятно то что там 30 автомобилей стоит 30 фото отчета вам не будет вот но про все автомобили что стоят на авторынке будет информация делаем подборочку из нескольких автомобилей вам предоставляем а вы уже принимаете решение говорите хочу вот этот вот да вот и покупаете его то есть несколько вариантов вам предоставлена будет это я вам так кратенько скажем так объяснил да как происходит подбор автомобиля вот ну что еще добавить не звоните ночь вот и всем хорошего настроения всем приятного просмотра начнем знаете на улице ветер такой вот честно аж как-то не хочется выходить начнем с передней части с ключа ладно это шутка и так это джимми автомобиля 2007 выпуска по стоимости сейчас я вам скажу 400 ребят не помню 480 по моему я сейчас посмотрю вот буквально только что переводили деньги кстати как переводятся деньги деньги переводятся если автомобиль скажем так не с не сильно дорогой то вот как с этим вариантом на карту сбербанка продавца продавец сейчас дал две карты я отправил нашему подписчику подписчик при мне перевел деньги все автомобиль у нас второй вариант через перевод перевод калибре но это уже когда автомобиль стоит больше 500 тысяч там полтора миллиона 2 миллиона и так далее тут как бы посложнее но все это все это безопасно и так перед нами suzuki jimmy объем двигателя 0 7 литра коробка передач вариатор есть блокировка вот ну что джимми наверное в рекламе он не нуждается он всегда был таким популярным автомобилем его постоянно спрашивают но ребят сразу хочу сказать найти вот такой вот автомобиль в таком состоянии довольно сложно да он не новый я не буду его нахваливать новый автомобиль это это в салоне здесь есть какие-то нюансы но плюс его то что он не ржавый не гнилой будем придираться обязательно конечно придеремся я вот всем всегда говорю и объясняю вы покупаете не новый автомобиль чтобы не было ни одного рыжика такого такого просто быть не может многие там рассчитывают на пробеге 30 40 50 тысяч километров друзья такого не бывает пробег у данного автомобиля 130 135 тысяч километров он задранный по японии то есть у него защита стоит бампер такой нестандартный идет под бампером стоит защита не стандартные стойки ну подвесочка у него идет подвеска переделана сюда еще поставить куль грузовку и болен по лесам по горам гонять можно автомобиль поедет на сахалин сама то знаете мне вот мечта наверное такая машина выходную не то что выходного дня до куда-нибудь взять и на рыбалочку на нем гонять ездить значит смотрим состояние по низу автомобиля довольно таки неплохое у него идет тюнинг и выхлопная система тюнинг и глушитель chrome кстати крому сейчас еще вернемся запаски как видите на автомобиле нет там какая-то приблуда лежит автомобиль целый он не битый он не крашеный все в родной краски плюсы данного автомобиля в том то что это полноценный короче говоря здесь идет рама полноценно идет рама у него короткая база он очень проходимый привод у него постоянно задние включается 4 в.д. включается блокировка сопло да идет на обдув турбины это мы про внешний вид рожок тоже очень удобная полезная штука по месту к месту автомобиля мы тоже сейчас вернемся но как сказать по ширине вот если честно немножко ну такая как бы немножко маловато вот что еще сказать по внешнему виду он высокий ну высокий понятно то что он задранные представляете да он задранный у него блокировка 4 воды короткая база какой ребят он будет проходимой вот это если честно я не знаю что это такое но это наверное под под номер скорее всего здесь номер был возможно была какая-то запаска сзади есть дворник обогрев заднего стекла дополнительно идет стоп сигнал фонари заднего вида здесь крюк такой тоже идет нестандартный с левой и с правой стороны в японии японец сделал это дверь знаете вот дверь задней открывается как новая либо здесь стойку поменяли что в принципе не похоже либо ей не пользовались что ли собственно вот оно само багажное отделение до его здесь практически нет а багажное отделение в принципе кейкаре вот какой-то набалдашник но я так думаю это возможно под запас куда возможно еще как что-то было вот здесь вот миша такая небольшая здесь идет пластик сзади два места как как вам сказать место маловато но за счет того то что здесь переднее сидение идут они нестандартные в принципе взрослый туда туда залезет задние сиденья вот таким образом у нас складываются получается багажное отделение спать машине здесь не получится есть так называемый мини-мини тазик с донкратом вот складывается раскладывается все очень просто из удобств для задних пассажиров вот такое вот что-то типа подлокотника да там колесо на снизу находится вот и вот такое вот подстаканник ну соответственно ручки единственный минус в этом автомобиле ему нужно почистить потолок да и то есть от этого никуда не деть мне сиденье очень нравится так кладем на место мне нравится здесь зеркала боковые обзора они широкие высокие но зеркалам мы еще вернемся так машина с проедет передняя дверь открывается вот прямо так широко на широкая здесь пластик пластик идет мягкий ниша с таким вот ремешочком автоматический стеклоподъемник вот ну вот такая вот удобная ручка сиденья нестандартные но тем не менее они ездят вперед ездят назад единственно вот но опять же я сужу по себе да видите ко мне боковая поддержка здесь на стандартном скажем так сиденьях рычажок потянул у тебя спинка вперед-назад а здесь нужно вот механически да ну для меня по крайней мере это вот ну если честно немножко немножко неудобно вот а дальше обдув кстати стоит неплохая музыка да вот чем головное устройство поменять хотя тоже неплохое вот она колоночки колонки пищалки ну давайте раз уж так здесь сядем посидим посадка до посадка автомобиля здесь есть ручка то есть принципе посадка раз два два движения все я в автомобиль силах уфига себе сидушку как наклонил ага и вот смотрите еще сталкиваемся сразу с минусом с каким и минусом сталкиваемся при закрытой когда дверь закрыта я не могу поднять себе сидушку мне приходится открывать дверь только после этого я могу поднять могу поднять спинку наверх вот в принципе в принципе сидеть здесь удобно мне очень нравится офигительно идет боковая здесь поддержка по обзорности ну в принципе что может обозревать штурман обычно здесь сидит строго кстати вот эти автомобили ну короче говоря они подвержены тюнингу вот поэтому катаются где-то там на соревнованиях в них участвуют здесь у нас место штурман обдув бардачок кстати вот он родной аукционный листа три четыре тысячи пробег три с половиной балла баллонник есть все больше интересного с этой стороны ничего нет сейчас открою капот покажу подкапотное пространство ну и сядем уже на место водителя там поподробнее рассмотрим кстати вот зеленка до зеленка застраиваться наверху в камеру вряд ли увидите котлован наверху котлован тут было кучу котлованов это бывшие теплицы и здесь построили целый микрорайон раз два три 4 4 дома строится вот эти вот панельные дома там по моему четыре у нас девятиэтажкой стоит они уже сданы в них уже проживают люди короче говоря короче говоря рынок у нас застраивать хотят его застроить собственно подкапотное пространство все ясно четко удобно доступно доступ есть везде щуп масло собственно кулер до обдув турбины механизм механическая заслон очка у нас здесь идет больше принципе в принципе интересного здесь ну чё говорить все по стандарту обычный обычный бензиновый двигатель но я хочу вам сказать посмотрите на его состояние в каком все-таки состоянии двигатель ну я имею ввиду в плане ржавчины он действительно идет не ржаво очень холодно на улице сегодня у нас плюс 6 но с ветром минус 2 ветер идет очень сильный кстати ребят бензобак с правой стороны я любитель я любитель правого руля и когда бензобак находится с правой стороны потому что это очень удобно у нас на заправках так сейчас ключ найду заведу автомобиль куда я дел ключ 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 вот он ключ ключик идет один но можно сделать дубликат включая корректор фар раз автомобиль завелся так надо дядьку на крузаке пропустить сейчас крутанемся вот великолепная обзорность то есть габариты сразу будешь чувствовать потому что сидишь высоко тебе видно как бы и рожок тебе помогает и я вижу так глава ошибка скалатор никуда не поехал я вижу край капота и так значит руль идет здесь обычный пластиковый гудок модный стоит обдув корректор фар говорил стеклоподъемники вот так продольно расположены кнопочки стеклоподъемников немножко неудобно когда хочешь открыть ну привыкли да то что 4 стеклоподъемника хочешь открыть пассажира будешь тянуться влево в лес лего ничего не будет поворотники я люблю вот эти вот стрелочки я их называем механическими то есть здесь нет у нас лампочек не понять там прогрелась не прогрелась здесь все ясно удобно доступно пробег 134 804 спидометр до 140 на тахометр крест красная зона начинается семи с половиной тысяч оборотов сам он до 10 тысяч вот здесь все по стандартам дворники помыв помыв а мы в стекла ручник где положено небольшая у нас ниша два подстаканника подстаканник для водителя ну вот здесь вот такая вот даже не знаю как это назвать полочка что ли чуть делается ветер какой на улице пылюка летит вот наверное назовем это место место для телефона да вот хотя неудобно будет на ходу мне туда тянуться дворники bosch дворники bosch головное устройство kenwood стоит обычно но музыка здесь стоит неплохая сюда можно воткнуть 21 скую магнитолу так ребят дальше кондиционер есть кондиционер работает печка все на крутил очках обдув либо с автомобиля воздух циркулирует внутри либо берется у нас с улицы обогрев заднего стекла кнопка включения аварийной сигнализации есть комбинация автомобилей где вот ну какие-то дополнительные дополнительные опции установлено вот здесь еще вот есть такая вот ниша небольшая руль у нас здесь не регулируется никуда здесь у нас розетка на 12 вольт что касается места места у водителя нормально место я вот уже знаете может как-то сиденье что ли свою роль играет нот в нестандартных сиденья чувствуешь себя как-то как-то немножко не так а здесь прям клево ручка 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 нестандартная солнцезащитный козырек есть подсветка руль такой знаете на ощупь ну прям такой мягенький идет собственно сама коробка передач вариатор дашка элька двоечка все как положено и так на данный момент автомобиль идет у нас задний привод да скажем так по умолчанию у нас есть здесь волшебная кнопочка вот она вот два вода есть волшебная кнопочка включение 4 воды кнопочку нажали ну вам было вряд ли слышно я услышал 4 воды у нас подключилась все можно можно ехать также есть кнопка у нас блокировки нажимаем слышите звук вот она 4 л скорость включили все у нас все подключилась можно ехать блин клевая клевая штука ну и ну естественно начинает 4 ездить нельзя да только где-то если ну не то что нельзя да там есть определенная скорость до скольки можно разогнать автомобиль вот ездим либо на 4 воды либо на заднем приводе в целях экономия топлива ездим на заднем приводе кнопочку включили кнопочку нажали все 4 или у нас отключилась автомобиль у нас стал с вами 4 воды но мы за экономию вот поэтому 2 воды и поедем так ну давайте будем наверное двигаться потихонечку что касается управляемость вот честно скажем так на больших скоростях на этом автомобиле я не ездил но в плане там 120 130 там 140 километров не знаю но принципе по трассе до сотки он идет уверенно но опять же идет не задранный автомобиль вот сейчас едем в гору обороты 3000 ну так извиняюсь идем идем нормально в плане не в натяжку нет такого знаете душ он там блин запыхался говорит друг дай отдохнуть выходим на грунтовку кстати вот я на рынок стал заезжать немножко с другой стороны потому что при заезде на рынок там были настолько дорога убитая вот едем сейчас в автомобиле я не слышу там то что гремит какой-то пластик да гремит гремит сзади у нас там при бомбаха лежит вот она гремит и гремит сзади ремешок но чтобы гремел какой-то пластик я такого ну не слышу подвесочки отрабатывать четко так как она и должна отрабатывать то есть автомат не дергается не пинается ну и вообще в принципе принципе мне нравится управляемость вот есть ребята в уссурийский джиппери уссурийска канал в планах в следующем месяце не знаю смотрят они меня не смотрят я с ними еще не созванивался если смотрите позвоните мне в планах в следующем месяце съездить к ним тоже снять вам обзорчики как они там катаются по грязи там по речкам по сопкам по горам и так далее я думаю я думаю ребята будут не против вот ну и вот на меня посмотреть да вот как все равно я снимаю камеры но ощущение что все трясется да ну по факту мне нравится узнал езда мне нравится управляемость на данном автомобиле на я вот почему-то думаю то что где-то по грунтовочки по гривике как сказать не то что сложновато да опаска какая-то будет вот они вот они смотрите дома вон там сданные вот эти вот строятся и дальше все будут застраиваться по правой стороне тоже вот лес сопку все вырубили вон она тоже вот здесь будут строить 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 будут все застраивать что вот так что ли показать вот ладно холодно на улице дальше что хотелось бы еще добавить про этот автомобиль добавить то больше нечего по расходу топлива но опять же смотрите то есть допустим завод изготовитель я вообще вот но не верю я заводу изготовителя он пишет одно по факту получается совсем другой ребята у меня turbo for их 280 к был по каталогу там по моему идет что-то под 10 литров что ли расход какие на хрен 10 литров я извиняю за выражение но вот у меня город город меньше 18 но не получается хоть и бей а если как бы на тапочку давить турбину крутить то блин все 22 литра но не знаю я как он так пишет если я по трассе еду на круизе я выставляю скорость себе соточку ну 100 там 110 километров в час кстати минус то что там можно выставить всего до 114 то у меня расход получается 10 литров по трассе на круизе если без круиза меньше чем восемь с половиной но не получается это не гонять не гонять если ты едешь по трассе и как бы тапочку давишь дата все 12 литров по трассе жрать он будет это в принципе касается любых автомобилей вот сколько будет кушать так машинку пропустили сколько будет кушать данный автомобиль ну я могу только предположить на этих колесах мне кажется литров наверное ну литров 11 12 вот смотрите вышли на трассу не на трассу он такую на дорогу то есть уже можно газку скажем так подать да принципе нормально понятно едем 50 в гору если посадим сюда человека 4 будет наверное будет наверное все таки тяжело вот но это такое то не семейный автомобиль я по-то назвал знаете как я по-то назвал супер мини джип двухместный как-нибудь так ну реально то есть на рыбалку в основном едешь либо один либо вдвоем он багажник на крышу и в путь вот пока едем пока едем кстати ребят давайте так с вами вот кто досмотрит конечно до этого момента видео всем огромное спасибо посмотрите у нас один правый руль и вот едем я понимаю то что вам плохо видно вот это вот надпись но я к сожалению снять по-другому не могу один правый руль у нас в владивостоке 90 наверное блин девять процентов к чему веду давайте так напишите в комментариях что вам снять то есть пишите автомобили какие вы хотите видеть на канале и следующее видео с ним именно эти автомобили снимем все понятно и как бы такие мини мини обзор очки сделаем потому что давненько не подходил не открывал машины не показывал что по салонам вот естественно вы сейчас там напишите блин 50 вариантов 50 вариантов не будет выберем наибольшее количество нескольких вариантов и за снимем так ну наверное что наверное на сегодня будем заканчивать вот поеду по дороге не буду отвлекаться автомобиль отправляется у нас на сахалин отправка будет морем в корсакам вот кому нужна помощь звоните пишите обращайтесь с радостью поможем вот но всем хорошего настроения всем пока